Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Талша Шакардхан. Сейчас коротко о главном. Состоялась очередная 23-я сессия городского Масльхата. В нем был представлен отчет об исполнении бюджета по городу Семи за 2021 год. Стоимость проезда в общественном транспорте путают горожан. Более того, не в каждом автобусе есть валидаторы для оплаты транспортной картой. В городе дезинформация о росте цен на сахар распространилась среди горожан, что говорят ответственные лица. Состоялась очередная 23-я сессия городского Масльхата. В нем был представлен отчет об исполнении бюджета по городу Семи за 2021 год. В сессии приняли участие руководители самостоятельных отделов и сельские кемы. Подробности в сюжете. Состоялась очередная сессия городского Масльхата. В нем приняли участие руководители отделов, прокурор города и акимы сел региона. Булат Сергазинов, Равиль Сабитов, Алиби Абдроимов и Ирки Булантурсон назначены депутатами городского Масльхата. В ходе совещания принято решение о предоставлении мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты города на 2022 год. Мы проводили сбор данных вопросов, разрабатывая краткосрочные и среднесрочные планы по городу. В настоящее время, когда мы отчитались, необходимые средства составили 186 миллиардов тенге с учетом следующего года. Но некоторые инфраструктурные проекты в том числе не были добавлены. При этом мы ожидаем порядка 200 миллиардов тенге. Сегодня были подняты ряд актуальных вопросов, один из которых был связан с бесплатными внеурочными секциями для школьников. Есть многочисленные обращения от родителей детей, которые занимаются в сельсиях культуры и спорта, то есть в кружках и в сельсиях. С введением программы государственный арт-спорт подушевое финансирование очень многие получили возможность заниматься бесплатно, дети, ходить, заниматься. Но в текущем году уже могут попасть, то есть уже те, кто занимался в этих сельсиях, им говорят, что бесплатная нога финансирования государственная закончилась. Значит, эта программа в определенной степени работает. Но есть часть детей, которые не могут попасть в эту программу. Я думаю, здесь надо будет выделить данную часть, откуда появилась эта проблема. Может, это из-за каких-то бюрократических наших проволочек, может, это появилось, может, непредставление документов и непринятие их и так далее. Давайте вот это отделим одно и то от другого. Я думаю, тогда у нас будет... Я могу вам ответить системно на данный вопрос. Напомню, в начале выпуска в выпуске наших новостей прошел материал о школе, строительство которой таки не завершено. Данный вопрос был охвачен в ходе сессии. Было отмечено, что в левобережной части города не хватает учебных заведений. В связи с этим депутаты говорят о необходимости строительства новой школы на месте той, строительства которой было заморожено. Вот это вот действительно у нас на устройке есть потребная школа. Мы рассматривали там этот бывший стадион, сейчас пролегают вот это участок. Конечно, я видел эту школу. Она частной собственности. Предварительно там люди его хотят продать не за ту цену, которую они в свое время привели, и не за ту цену, которая стоит на рынке. И бюджет мы по своей части не будем выделять столько, сколько он запросит. Второй вопрос. После этого привлетения необходимо будет его полностью сносить. Пожалуйста, если, дорогие депутаты, вы договоритесь с этим собственником, он же ее не строил, он же ее привертал за малые средства, и не по стоимости, и не по выделенным средствам по тем существующим затратам, когда она строилась. Пускай они передадут нам коммунальную собственность. В ходе совещания было принято решение об утверждении ставки туристского взноса для иностранцев по городу Семей на 2022 год. Кроме того, сегодня утвержден состав Общественного совета города Семей. Походболь Казец, Рустем Кайратулы, Ельжа Макзумов, Телеканал Семей. Стоимость проезда в общественном транспорте путают горожан. В одном маршруте 80 тенге, а в другом 140 тенге. Более того, не в каждом автобусе есть валидаторы для оплаты транспортной картой. С такой жалобой обратились жители города в редакцию нашего канала. Специалисты ответственной отрасли дали разъяснение. Подробнее в сюжете. Сейчас в нашем городе есть три подрядчика, которые занимаются пассажироперевозками. Это Семавтопарк, таксомоторный парк и то Автотранссемей. В последнее время в связи с проблемой общественного транспорта вопрос оплаты проезда остался в стороне. Однако горожане жалуются, что вынуждены терпеть путаницу по оплате проезда. В одном из автобусов проезд оплачивается по 80 тенге, а в другом по 140. Устраивает 80 тенге, а кого не устраивает 140, пусть покупают карточки. Но это сейчас не во всех. Я думаю, что скоро все это уладится и будет во всех автобусах. Потому что мы же в цивилизованном обществе живем и все стремится к кому-то. К цифровому. 140 платим на автобусах с валидатором. Удобно, неудобно, что поделать. Приходится ездить и платить, как они говорят, лишь бы автобусы вовремя уже ездили. Как вы сами видите, ждем автобус. Их мало ездит. Когда карточку забываем, приходится наличными платить 140 тенге. От безвыходности платим. Думаю, что этот вопрос решится, потому что большая часть горожан ездит на автобусе. В соответствии с законом об автомобильном транспорте, при оплате транспортными картами был установлен проезд для взрослых в размере 80 тенге. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет – 40 тенге. Из-за перехода этой сферы в электронное билетирование, некоторые перевозчики не смогли обзавестись валидаторами и оставили прежнюю оплату. Само собой, это вызывает путаницу, говорят жители. По этому вопросу мы обратились к заместителю руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Конкурс прошел в конце года, поэтому перевозчики еще не успели подключиться к системе электронного билетирования. На маршрутах 4, 5 и 8, обслуживаемых нынешним 7 автопарком, и на 23 маршрутах, обслуживаемых автотранссемей, сформирована фиксированная цена за проезд 80 тенге, если вы платите наличными. Потому что эти маршруты не подключены к системе электронного билетирования. Теперь, в ближайшее время, все автобусы, обслуживаемые 7 автопарком и автотранссемей, перейдут на систему электронного билетирования. В случае, если электронная система оплаты проезда недействительна, граждане, оплачивающие транспортные карты, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Вопрос оплаты проезда будет полностью урегулирован до конца текущего года, сообщили в ответственном отделе. Весной, как правило, из-за талых воду ряд районов подвергаются потоплению. Пешеходные дороги на некоторых территориях города превратились в грязь. Также жители улицы Первомайская, 24-Б, просят привлечь к ответственности предприятия. Подробности в сюжете. Жители улицы Первомайская, 24-Б, в нашем городе жалуются на то, что во время ремонта теплопроводов было выкопано тротуарные и асфальтовые дороги. Сейчас же улицы превратились в болоты. По словам жителей, ремонт теплопроводов проводился неоднократно. Однако работы не были завершены, а дороги с наступлением осенне-весеннего периода подвергаются потоплению. Эти места перекопали несколько раз. Осталась яма. По ней проводили грядировочные работы. Ведь должны были довести до ума все это. Копают все не менее два раза в год. После этого, как сами видите, людям здесь с легкостью не пройти. Вот там-то хоть ямы перекрыли. Три-четыре дня назад. Не то чтобы люди и машины здесь еле передвигаются. Вот такая ситуация. Тревожит нас. Выслушав жалобы жителей, наша съемочная группа обратилась в коммунальное государственное предприятие «Теплокоммунэнерго». Специалисты рассказали, что в целом по городу в отопительный сезон произошли аварийные ситуации. Были проведены некоторые ремонтные работы. Одна из причин – изношены тепловые трубы. Что касается объекта по улице Первомайская, 24, то, что выкопано, раскопано. Это были аварийные работы, которые производились в отопительный период. Эти работы будут устраняться. Сделаем, по новой проложим трубу, поменяем в этом месте, ближе к окончанию отопительного сезона. И сразу будет укладываться асфальт. Будем подавать заявку. Технический отдел ПТО здесь у нас. Заявку подадим, они будут дальше продвигать эту заявку. Меняем, работаем, устраняем. Сезон уже, дай бог, к концу близится. Начнутся ремонтные работы. Также жители Цементного района сетуют на проблему передвижения по болотистой дороге. Однако в ходе проведенного брифинга в администрации города специалисты пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявили, что коммунальные службы будут круглосуточно дежурить по ликвидации скопления талых вод. Один из затопленных районов – Центральный парк. Конечно бы хотелось, чтобы кто-нибудь осмотрел за парком нашим. Воду-то можно откачать, в принципе. Здесь постоянно грязно, пройти негде получается. Лужи постоянно приходится обходить. Жители надеются на скорое решение данной проблемы и на слаженную работу ответственных предприятий. Дело в том, что по данному вопросу нет конкретного ответа. Однако назревших вопросов у горожан было немало. Талшин Шакартхан, Анар Касамайда Сайт Калиф, Телеканал Семей. Распространение дезинформации, касающейся сахара, резко увеличило на него спрос. Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции заявили, что в стране дефицита сахара нет, а запасов продукции достаточно. Сколько сейчас стоит сахар в нашем городе, выяснили наши корреспонденты. Услышав информацию о том, что запасы сахара исчерпаны, все отправились по торговым объектам, чтобы приобрести его. Данный продукт продавался в несколько раз дороже обычного, а некоторые полки магазинов остались пустыми. Такая ситуация наблюдалась и в других регионах страны. Позже представители ответственных отделов сообщили, что в стране достаточно запасов сахара, но это не повлияло на снижение цен. Недавно был назначен новый руководитель отдела предпринимательства «Семея». Вот что он говорит по этому поводу. Сейчас пришел вагон с города Тарас. Один вагон – это у нас 67 тонн сахара. Вчера мы провели встречу с ИП Ермекова. Это наши артовики. Они сказали, что запасы 67 тонн хватит на 10 дней по городу. Также уже заключили еще договор на один вагон, который прибудет в течение трех дней. И в ближайших днях откроется Коксусский сахарный завод, который обеспечит быструю логистику и в течение трех дней прибудет. То есть в числах 10-го с ними уже законтрактованы еще три вагона. Дефицита сахара у нас по городу не будет. Запасы на данный момент есть 200 тонн. Агентство по защите конкуренции занимается фактами необоснованного повышения цен. Судя по жалобам жителей, данные работы занимают немалое время. Однако руководитель отдела предпринимательства считает, что поводов для беспокойства нет. Цена с сахаром, ситуация такая. Сахар у нас импортозависимая позиция. Наш производитель отечественный, который находится в городе Тарас, он всего покрывает 20% в Казахстане покривление. Весь основной 80% идет из Российской Федерации. Но в связи с последними событиями в России импорт на сахар у них запрещен. Поэтому у нас есть некий дефицит сахара. Специалист отметил, что сейчас по городу работают мониторинговые группы. Теперь цены на сахар должны стабилизироваться. Новый руководитель отдела заверил, что цены на сахар снизятся в ближайшее время. Сегодня в рамках обязательного социального медицинского страхования проводится мониторинг качества медицинских услуг, в рамках которого в прошлом году в области было выявлено более 100 тысяч дефектов. Об этом было сказано на брифинге с участием директора областного фонда социального медицинского страхования. Также на брифинге было сказано, что для граждан, оплативших обязательное социальное медицинское страхование, объем медицинских услуг не ограничивается, независимо от размера медицинских услуг и взносов. По итогам прошлого года наблюдается рост количества оказанных медицинских услуг по всем основным направлениям. В этой сфере бюджет на 2021 год составляет 119 миллиардов тенге. Это на 16% больше, чем в 2020 году. Об этом было сказано на брифинге с участием директора областного фонда социального медицинского страхования. Увеличилось число консультативных диагностических услуг на 55%. Оказано более 11 миллионов услуг. В круглосуточных стационарах пролечено 143 тысячи процентов, а в дневных стационарах более 70 тысяч. Рост объемов по данным направлениям составил более 25%. В ходе брифинга было отмечено, что на постоянной основе проводится мониторинг оказания медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования. По результатам мониторинга в прошлом году в медицинских организациях в Восточно-Казахстанской области выявлено более 102 тысяч 113 нарушений на общую сумму 1 миллиард 293 миллиона тенге. Из них 65 802 в семейском регионе на общую сумму 574 миллиона тенге. Основными нарушениями за 2021 год, обнаруженными при мониторинге, являются отклонение от стандартов лечебно-диагностических мероприятий и качественное ведение медицинской документации. Необходимо продолжить работу по обеспечению необходимой организационной работы в регионах, а также материально-техническом и кадровом обеспечении. Также в отделе информирования населения и рассмотрения обращения за прошедший год рассмотрено 37 056 обращений. Из них 1213 жалоб, а 89,5 из них – вопросы консультационного характера. Это составляет 6,4 от общего количества обращений. На основании жалоб и обращений населения за 2021 год было проведено 25 неплановых проверок. Таким образом, выявлено более тысячи дефектов на общую сумму более 7 миллионов тенге. Из них по обращениям жителей Семейского региона проведено 5 неплановых мониторингов с выявлением 606 дефектов на общую сумму 3 миллиона тенге. В отношении всех субъектов здравоохранения и нарушителей были применены штрафные санкции. В случае возникновения вопросов по качественному и своевременному получению медицинских услуг население может обратиться в службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники. Если вопрос не решен, заявление подается в фонд социального медицинского страхования через официальный сайт fms.kz по номеру контакт-центра 1406 и в мобильных приложениях колдау 24 на 7 и сахтандру бот в телеграм. За первый квартал 2022 года делом по противодействию наркопреступности управления полицией города Семей выявлено 17 наркопреступлений. Из них 15 фактов по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан сбыт наркотических средств и два факта по статье 299 и 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ». Совместно с другими службами выявлен 21 наркопроступок. Из незаконного оборота изъято более 28 кг марихуаны высушенной и 1,5 кг психотропных веществ альфа-ПВП. В первом квартале текущего года проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Дармек», в ходе которого выявлено 4 факта сбыта наркотических средств и 1 факт по статье 426 об административном правонарушении безрецептурный выпуск лекарственных препаратов. Напоминаю, в конце прошлого года у ПН было изъято более 220 кг наркотических средств. Каналы по возможности пресекаются, и в этой связи наркозбытчиков становится все меньше. Работа отдела по противодействию наркопреступности направлена не только на выявление наркопреступлений, но и на их профилактику. В этой связи нами на постоянной основе проводятся профилактические лекции в учебных заведениях города, где школьникам и студентам разъясняется о вреде употребления наркотиков. Лекции проводятся на тему синтетические наркотики и последствия их употребления. С начала года проведено более 15 лекций. Также школьники и студенты предупреждаются об уголовной ответственности за правонарушение в сфере незаконного оборота наркотических средств. Помимо лекций на базе спортивных комплексов учебных заведений проведено два спортивных мероприятия профилактической направленности. А именно два турнира по футзалу под девизом «Скажи наркотикам нет», где принимали участие ребята в возрасте от 13 до 20 лет. По окончанию турниров участники были награждены памятными призами и подарками. Также футболками и бейсболками с логотипом «Мы против наркотиков». Расписание и правила соблюдения священного месяца Рамазан. Об этом было сказано на очередном брифинге с участием Аскара Муканова, главного имама семейского региона. В этом году священный месяц Рамазан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. Пост продлится 30 дней. 2 мая будет Ораза Айт, а ночь предопределения – Кадыртюна, с 27 на 28 апреля. В этом году сумма фитер Садака установлена в размере 500 тенге. Она рассчитывалась, исходя из средней цены 2 килограммов муки по стране. По шариату, по нашей традиции, у нас размер фитер Садака рассчитывается, исходя из средней цены 2 килограммов муки по стране, потому что у нас мука является самым потребляемым продуктом. Многие используют мучную продукцию. В арабских странах фитер выдается в виде хурмы или риса. У нас это мука. Также из-за нестабильной ситуации в мире, фитер Садака и Зикет в течение месяца Рамазан можно выплачивать через мобильное приложение Каспи.Кизет. Кто должен и может давать фитер Садака? Человек, находящийся в здравом уме, отдающий отчет своим действиям. Женщины и мужчины-мусульмане. Несаба – это мера оценки состояния человека, которое является точкой отсчета для выплаты Зикета. Так, люди с ежемесячной заработной платой свыше 241 564 тенге могут давать фитер Садака. Людям с низкой заработной платой, у которых зарплата ниже 241 тенге, не обязательно давать фитер Садака. Наоборот, они сами могут от кого-то получить его. Особенно многодетные и действительно нуждающиеся. Кроме того, освобождены от соблюдения поста беременные женщины и кормящие матери, дети, которым меньше 7 лет, больные и пожилые люди. Вместо поста не могут дать фиде Садака. Следовательно, человек, благодаря выплаченной фиде, будет считаться выполнившим обязанность поста месяца Рамазан. Уплата фиде Садака обязательна для человека, который не может держать пост. В искуплении поста они должны подать милостыню, чтобы накормить бедных. Это пожертвование и называется фиде Садака. Они кормят 30 человек. Сумма утверждена по стране и составляет примерно 3000 тенге. А если нет таких денег, например, пожилой человек, проживающий на одну пенсию, дает сумму пожертвования, то есть 500 тенге, то за 30 дней поста получается 15 тысяч тенге. Особое обращение было сделано в адрес предпринимателей. С приближением священного месяца Рамазан не секрет, что цены на социально значимые продукты поднимаются необоснованно. Было бы целесообразным не продавать во время священного месяца спиртные напитки по возможности помогать нуждающимся семьям, добавил Оскар Муканов. Талшин Шакартхан, Эдос Айткалиев, Телеканал Семей. Это были все новости к этому часу. Наши другие новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»